что особо комментировать как горят счет на табло я просто хочу извиниться перед болельщиками которые за нас переживали дома смотрели трансляцию которые приехали сюда несмотря на дальнюю дорогу и очень активно нас поддерживали попросить извинения за этот результат за этот счет нас сегодня не просто обыграли мы получили такую оплеуху что я не знаю хорошо что сейчас перерыв можно прийти в себя разобрать этот этот кошмар ну хотя принципе мы неплохо начали игру и при счете 0-0 у нас были моменты были предпосылки для того чтобы повести в счете тот момент когда мы хорошо разыграли атаку и дали кости тимущенко на дальнюю штангу и оставалось только переправить мяч ворота соперника но мы вместо этого значит не забиваем и тут же буквально в следующем моменте при выходе из прессинга допускаем грубейшую ошибку вследствие чего начинаем проигрывать и в принципе первый пи в первом тайме все четыре гола мы пропустили из-за грубейших ошибок наших игроков у нас каждой смене были моменты для того чтобы забить гол но видать все таки то мастерство тот багаж мастерства который у нас имеется на данный момент его недостаточно для того чтобы выигрывать матчу динамо команд который конечно высший класс потому что с этими командами на одном настрое на одном желании на характере должно быть стечение считаю каких-то факторов обстоятельств чтобы за счет этого выигрывать то есть всему вышеперечисленному необходим уровень мастерства для того чтобы создавать моменты реализовывать прежде всего реализовывать потому что мы их создаем но реализация у нас очень плохая поэтому такой счет так что здесь еще раз извиняюсь перед болельщиками от себя от команды спасибо я бы тоже хотел в первую очередь поизвиниться перед болельщиками которые за нас болеют ездят переживают у нас в этом в этой игре не получился выход из прессинга из которого мы пропустили много голов а так я считаю что мы в принципе играли неплохо нам очень трудно даются голы в этом сезоне в простых ситуациях мы не можем отдать передачу попасть в ворота выбираем сложное решение в простой ситуации сейчас у нас перерыв предстоит много работы нужно как можно быстрее нам исправлять все эти ошибки ну наверное тренеру сложно быть недовольным команды когда она выигрывает 10-2 и это действительно сегодня сыграли очень очень целостно то что нам не хватало последних матчах на 1 1 до последней минуты достаточно агрессивно и грамотно во вороне искали себя в атаке до заставляли соперника ошибаться забили хорошие голы то есть сегодня целостно очень сыграли и конечно очень 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 здорово что на протяжении всей игры игру контролировали через счет через контроль мяча поэтому все это очень хорошая игра и по отношению к игре и по качеству игры и поэтому Поэтому это, хочу сказать, огромную благодарность нашим парням за то, что перед такой большой паузой это было важно сыграть и по счету, и по игре хорошо, потому что мы уходим на большой перерыв, и важно все-таки уходить туда с эмоциями более положительными. Поэтому очень хорошая игра, наверное, давно мы не играли так уверенно и надежно, контролируя игру от начала до конца. Сегодня это было здорово. Работы всегда достаточно, это мини-футбол, тут моменты в любой момент возникают. А так, а по игре, действительно, у нас сегодня лучше всего получалось, наверное, забивать голы. Иногда получается игра, а голов не получается. А сегодня все сложилось хорошо, и хоть много забили, почти, в принципе, все забили, может быть, за исключением ряда эпизодов. Спасибо команде, что мало пропустил. Получилось уже не только забивать, сегодня получилось и оборваться. Сегодня хорошо играли на стандартах, это наша проблема большая, но сегодня как-то мы немножко по-другому начали играть. Не знаю, с чем это связано, но решили играть по игроку, можно сказать. И действительно накрыли очень много ударов, ребята, и с угловых, хотя мы изучали, смотрели, что у них очень хорошие стандарты все. Сегодня у них не получилось их довезти дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова